Дельта Пойдемте, я покажу вам первое упражнение, которое мы будем с вами выполнять Перед тренировкой плечей нам нужно сначала разогреть наши плечевые суставы Я беру маленькие гантельки и выполняю обычные простые движения Жим вверх, делаем несколько повторений, раз по 10, вес небольшой Делаем спокойно, чтобы наш плечевой пояс, плечевые суставы и связки размялись Потом мы делаем вот такие движения, разминаем наш ключичный акромион Чтобы не было травм у нас Также делаем 10 повторений Потом сделаем 10 махов в стороны, для того, чтобы размять среднюю дельту И сделаем 10 махов в наклоне, для того, чтобы включить в работу еще задние дельты Можно сделать 2-3 кружочка с перерывом в 30-40 секунд и приступать к работе Давайте немного разберем, что же такое дельты Дельты – это наши плечи, они состоят у нас из трех пучков Передний, который находится у нас на передней части ключа Средний, который находится на боковой поверхности От развития всех этих трех пучков будет зависеть ваше гармоничное телосложение Если вы будете перекачивать переднюю дельту, если будете очень много внимания уделять ей То такая будет сутулая осанка Соответственно, нужно тренировать задние дельты, чтобы грудь расправлялась Поэтому нужно внимание уделять всем трем пучкам И не нужно зацикливаться на каком-то одном Для того, чтобы наши плечи стали шире и больше Нам нужно выполнять упражнение, которое задействует глобальное максимальное количество мышц То есть, соответственно, первым у нас базовым упражнением будет жим штанги стоя Это тяжелое упражнение, потому что вес давит вертикально на нас То есть, соответственно, есть осевая нагрузка Если у вас есть грыжи протрузии, то, соответственно, такое упражнение вам выполнять нельзя Его можно заменить на упражнение жим гантелей сидя И чуть-чуть назад отклонить скамейку, чтобы не было явного вертикального давления на ваш позвоночный столб Ну, смотрим, как выполняется данное упражнение Потом расскажу вам основные нюансы Итак, нам понадобится, соответственно, гриф или штанга Но разминаемся обязательно с грифом Он располагается у нас на уровне груди, чуть выше, над ключичной частью Кладем руки, выбираем хват Хват выбирается таким образом, чтобы, когда мы будем опускать штангу В наших локтевых суставах был прямой угол 90 градусов Если возьмем слишком узко, то, соответственно, нагрузка у нас будет уходить в трицепсы Соответственно, дельта будет недополучать нагрузку То есть, хват выбираем, значит, поставили рукоятки Сняли гриф, отошли На выдохе выталкиваем гриф наверх Делаем вдох Опустили до уровня подбородка И выдох Локти идут в стороны Вдох И выдох Слишком низко опускать не стоит, потому что нагрузку заберет трицепс Если вы хотите добиться мощных плечей То, соответственно, берем это базовое упражнение Делаем 4 подхода По 6, 8, 10 повторений Соответственно, вес берется уже такой внушительный Чтобы вы могли делать 6 повторений Или 8, или 10 Но также не стоит забывать и о питании Если вы хотите построить мощные плечи Не забывайте кушать А мы переходим к следующему упражнению Пройдемся Итак, первое упражнение у нас был Жим штанги стоя с груди Мы делаем с груди, потому что нашим суставам так будет нетравмоопасно Из-за головы мы не делаем, потому что для наших суставов это анатомически непривычное движение Поэтому суставы могут легко травмироваться Следующее упражнение у нас Жим гантелей сидя Движение повторяющееся, которое мы выполняли только что со штангой Только когда мы делали движение со штангой, штанга у нас выходила вперед Здесь же наши локти будут уходить чисто в стороны Работающие мышцы, что в жиме штанги, что в жиме гантелей Целевая мышечная группа будет передняя дельта Потому что функция передней дельты – сгибание плеча То есть, соответственно, в чем отличие будет? Отличие будет в том, что здесь вес у нас лежит в каждой руке по отдельности То есть, каждая рука работает на 100% Так как в жиме, если мы делали, там у нас гриф Соответственно, обе руки лежат на одном На одной, на одном гриф Ну, на одном месте И, соответственно, та рука, которая у нас более сильная Опять же, будет забирать нагрузку у более слабой руки И чтобы у нас не было, как я говорил, диспропорций Мы берем и делаем упражнение в каждую руку Рассказываем нюансы по технике Нам понадобится лавка Угол 90 градусов Мы плотно прижимаемся Лопатки сводим Таз прижат Движение у нас начинается сверху Делаем вдох Опускаем локти вниз в стороны Угол, опять же, в локтевых суставах мы держим 90 градусов Ниже мы не опускаем для того, чтобы не травмировать наши плечевые суставы Делаем выдох Возвращаем в исходные гантели Вдох Выдох Вдох Выдох Если мы будем очень низко опускать Соответственно, большой вес будет тяжело поднимать Соответственно, до самого низа мы не опускаем гантели Чтобы нагрузка в работающей мышце не терялась Сейчас мы сделали второе базовое упражнение Которое глобально воздействует на наши мышцы И в каких упражнениях мы можем взять больше вес То есть, соответственно, если мы можем взять в упражнение максимальный, субмаксимальный вес То, соответственно, мышечная гипертрофия будет И, соответственно, наши плечи будут расти и становиться больше Но, опять же, не забываем, что нужно прокачивать сеть пучки В жимах мы с вами работали Здесь была предпочтительно передняя дельта работала Также нам нужно с вами потренировать и среднюю, и заднюю дельту Сейчас я вам покажу упражнение на среднюю дельту Которое воздействует глобально на очень много мышечных групп Итак, с передней дельтой мы с вами разобрались Пришло время поработать на среднюю дельту Средняя дельта, напоминаю, находится у нас на боковой поверхности плечевой кости Именно средняя дельта нам визуально придает ширину плечам Не передняя дельта, а именно средняя Когда мы стоим сбоку, округлость нашему плечу Создают передняя и задняя дельта Средняя дельта То есть, соответственно, чтобы плечи были круглые Гармонично развиваем все дельты Чтобы плечи были шире, развиваем среднюю дельту В основном все делают махи гантелями в стороны Да, это хорошее упражнение для средней дельты Целевая мышечная группа Здесь средняя дельта, она прицельно бьет именно в среднюю дельту Но в данном упражнении вы не можете задействовать максимальное количество мышц Поэтому взять большой вес не получится Вы не сможете сделать 50 кг махов на 10-8 повторений Потому что это будет очень тяжело Соответственно, нужно брать базовое упражнение, где задействуется много мышц И вот это упражнение Тяга штанги к подбородку В простонародье называется протяжка Данное упражнение воздействует на несколько суставов Плечевой и локтевой Соответственно, здесь мы можем поднять большее количество веса Нежели мы будем делать махи с гантелями Сейчас я покажу выполнение данного упражнения А потом расскажу основные нюансы Итак, основные нюансы по данному упражнению Мы подходим максимально к грифу Хват выбираем таким образом, как я уже и рассказывал Чтобы у нас был прямой угол локтевых суставов Самое основное, что когда мы поднимаем штангу Мы не стараемся поднять гриф вот сюда наверх груди Как это часто встречается, я вижу, в ошибках и своих клиентов И также посетителей тренажерного зала Ее не нужно тащить к груди Здесь все движение выполняют локти Которые идут чисто в сторону И за счет того, что плечевая кость идет в сторону У нас напрягается средняя дельта Потому что функция средней дельты Отведение плечевой кости в сторону Поэтому данное упражнение Будет прицельно бить среднюю дельту Но опять же мы здесь можем взять большой вес И соответственно наши плечи получат нагрузку больше Нежели мы будем делать обычные махи с гантелями Ничего сложного нету на самом деле в данном упражнении Самое главное не торопиться Не нужно стараться сразу лезть на большие веса Потихонечку, помаленечку Наращиваем силу И наращиваем свои плечи Пойдемте дальше Итак, переходим к следующему упражнению Всеми любимые махи гантели в стороны Но давайте определимся Как же лучше все-таки делать эти махи с гантелями в стороны Потому что очень много разных техник И в интернете сейчас каждый по-своему показывает данное упражнение Сейчас я покажу, как я выполняю его я И попробуйте, я думаю, вам понравится Соответственно, берем гантели Встаем ровненько, грудь вперед, лопаточки сведены Локти у нас чуть-чуть подсогнуты Я делаю движения от бедра Я не выношу сюда гантели Делаю чисто от бедра Делаем выдох Отводим локти чисто в сторону До параллели с полом Делаем выдох Вдох Выдох Вы можете сделать выдох Потом сделать вдох Здесь подбираете сами, кому как удобнее Мне вот лично удобнее сделать сначала вдох А на выдохе опустить гантели Соответственно, мы делаем Вдох И опускаем Не бросаем То есть не нужно делать вот таких вот движений Подключать поясницу, спину То есть спокойно Потому что упражнение у нас не базовое Так как мы уже с вами говорили Почему оно не базовое Потому что мы не можем большой вес взять И подключить максимальное количество мышечных волокон И мышечных групп Нежели в упражнении Когда мы делали с вами Тягу штанги к подбородку Упражнение не очень сложное Сложного ничего нету Все зависит от того Как вы будете выполнять Если вы будете выполнять Как показал вам я Соответственно, рычаг у нас будет длинный Соответственно, вес большой Брать не нужно Делаем четко и подконтрольно Потому что это упражнение Больше относится к изолирующим Также можно делать Под углом 90 градусов Сейчас покажу Соответственно, от бедра Мы делаем Мах 90 градусов При таком выполнении Вес можно будет взять больше Но, соответственно, и нагрузка будет На мышцу больше Выполнять упражнение Кому как нравится Можете попробовать и так, и так И выбрать для себя Более оптимальную технику Еще какие нюансы в данном упражнении Самый большой нюанс Это данное упражнение Можно выполнять как стоя, так и сидя Сидя будет намного тяжелее Потому что вы не сможете помочь себе Другими мышечными группами Здесь вы можете помочь себе Поясничным отделом, спиной Чуть-чуть, когда не можете поднять Ногами чуть-чуть подпружинить Если вы будете выполнять упражнение Сидя на скамье То, соответственно, данного движения Не получится И придется работать чисто средней дельтой Поэтому у кого проблемы с поясницей И нельзя осевых нагрузок Делаем сидя Ну и также для разнообразия Можно делать одну тренировку стоя Одну тренировку сидя Итак, мы с вами сделали Два упражнения на переднюю дельту Два упражнения на среднюю дельту И осталось время к задней дельте Задняя дельта Это очень маленькая мышечная группа Поэтому, соответственно, нам нужны Тоже базовые упражнения Для того, чтобы нагрузить по максимуму Чтобы наши плечи получили максимальную нагрузку Первое упражнение я вам покажу Жим гантелей в наклоне стоя Здесь у нас будет работать задняя дельта Также задней дельте будут помогать Мышцы спины Трапециевидные, ромбовидные мышцы Сейчас я вам покажу упражнение Жим гантелей в наклоне стоя Упражнение целенаправлено на заднюю дельту Также нам будут помогать данным упражнения Мышцы спины предпочтительно вверх То есть мышцы трапеции и ромбовидные мышцы Давайте посмотрим, как выполняется данное упражнение Исходное положение Гантели у нас по швам Груз вперед, лопатки сведены Коленки чуть-чуть подсогнуты Что мы делаем? Таз отводим назад Опускаемся вниз Локти у нас висят Руки у нас висят просто внизу Мы их поднимаем вверх Локоть отводим в сторону И вот в таком положении мы работаем Делаем вдох-выдох Вдох-выдох Если вы новичок, но хотите выполнять данное упражнение Вы можете его сделать лежа на скамье То есть, как вы делаете жим гантелей на грудь Только ложитесь наоборот И выполняете данное движение Которое я вам сейчас показал Соответственно, те, кто уже тренируется давно Могут попробовать данное упражнение Если вы хотите большие плечи То, соответственно, выполняем От 8 до 12 повторений Можно, конечно, прибегать иногда И 6 повторений Ниже опускаться не стоит Потому что здесь уже мышца не будет получать Столько нагрузки, гипертрофии ваших дельт не случится Пойдемте еще одно упражнение Посмотрим на заднюю дельту Итак, мы переходим к заключительному нашему упражнению Это тренажер называется Пэк Дек В нем можно выполнять упражнения Как для мышц груди Так же и для задних дельт Что нам нужно сделать Для того, чтобы настроить данный тренажер Чтобы покачать задние дельты Нам нужно всего лишь навсего Передвинуть рукоятки вперед Отрегулировать вес Который мы будем делать Соответственно, еще регулируем Сидение Сидение регулируется таким образом Чтобы, когда мы сели Взяли рукоятки Вытянули руки Соответственно, задняя дельта И рукоятки должны быть на одной плоскости Ни выше, ни ниже Потому что, если будут ниже Соответственно, нагрузка будет С задних дельт Переходить вниз на мышцы спины То есть на широчайшие Если выше, соответственно, в трапециевидные Итак, мы с вами отрегулировали сидение Отрегулировали рукоятки Выставили вес Смотрим, как мы делаем данное упражнение Итак, садимся мы грудью к тренажеру Грудь у нас всегда вперед Лопатки сведены Берем тренажер Локти чуть-чуть подсгибаем В локтевом суставе И держим на протяжении всего подхода Не разгибая Делаем вдох Разводим назад Выдох Вдох Выдох Делаем без резких движений Выдох Опять же напомню По поводу вдоха Выбирайте сами, кому как удобнее Я лично делаю Вдох Выдох Классическое выполнение упражнения На выдохе вы делаете усилие То есть, соответственно, мы делаем сейчас усилие Значит, мы делаем Выдох И вдох Соответственно, выполняем правильно Но самое главное Дыхание мы не задерживаем Чтобы не было проблем Итак, сделали мы данное упражнение Это упражнение является изоляционным Потому что здесь мы не можем помочь себе Ни корпусом Ни ногами Никак по-другому Искривить нашу технику Здесь невозможно То есть, соответственно, здесь будет Четко работать Изолирована задняя дельта Ну и, конечно же, помогать мышце спины Ничего сложного нет Выставляете вес Регулируете И отводите руки назад Данное упражнение лучше делать в конце Потому что пока есть силы Лучше делать базовые движения То есть, соответственно Когда выставляете свой тренинг Начинаете предпочтение отдавать базовым движениям Еще такой нюанс Когда вы составляете тренировку дельт Дельты лучше тренировать с отстающей головки Если у вас состает задняя дельта Соответственно, ваша тренировка Должна начинаться именно с упражнения На заднюю дельту То есть, сжимов в наклоне Или еще есть множество разных упражнений Которые, если вы захотите Я вам в дальнейшем еще покажу Если у вас отстает передняя дельта Значит, соответственно, мы начинаем Тренировку именно с передней дельты Чтобы не было диспропорций Как я уже говорил раньше Ну а на этом мы с вами Завершаем тренировку Ставьте лайки Оставляйте комментарии Подписывайтесь на наш канал И мы снимем для вас еще новые тренировки И у вас будут такие же дельты Как и у меня Качаем!